Итак, в предыдущих частях мы, помимо того, что создали проект сцену, сделали фон, разместили космический корабль, добавили скрипты для управления этим кораблем, мы сделали так, чтобы за ним следила камера, украсили корабль, добавив систему частиц. И сейчас, чтобы у нас начинался уже геймплей, не просто летал корабль по космическим просторам, мы добавим еще препятствия в виде астероидов. Но прежде чем продолжим, мне сейчас уже будет не очень удобно, когда у меня два окна, рабочая зона слишком маленькая, поэтому я верну окно гейм вот так вот во вкладочку. Итак, сейчас мы определимся, что у нас будет препятствием. Препятствием у нас будут астероиды. Астероиды находятся тоже в папке images и есть такая под папка asteroids. Ну и мы можем поставить какие-нибудь астероиды. Я следую за туториалом, поэтому поставлю такой же астероид. Вы можете выбрать любой, потом добавить свои какие-то. Пока добавим только один астероид, потому что на его основе потом будет делаться все остальное, не добавляется сразу много. Какую цель мы преследуем, добавляя астероиды? Нам необходимо будет сделать так, чтобы наш корабль мог сталкиваться с астероидами и терял, например, силу свою, там, хп, здоровье. Мне не очень хорошо удалось отрегулировать движение космического корабля, поскольку я пишу урок. Надеюсь, у вас это получается лучше. Я поставлю вот так вот на пути следования. Давайте сейчас нажмем play и запустим космический корабль. Вот он пролетел мимо и все. Вообще непонятно, как что произошло. Нам нужно сделать так, чтобы астероид тоже был физическим объектом и на него действовала какая-то физическая сила. Для этого мы должны добавить ему компонент rigidbody, точнее rigidbody 2D, 2D, потому что мы работаем с 2D игрой. Если мы сейчас нажмем play, то наш астероид падает точно так же, как это делал до этого космический корабль. Поэтому, надеюсь, вы помните, что нам необходимо гравитацию поставить в ноль. Сейчас астероид не должен падать, но пока не происходит обработки столкновения. Почему? Потому что, обладая физическими какими-то свойствами, оба эти объекта, и космический корабль, и астероид, они не являются таковыми, такими материальными, скажем так. За это отвечает еще другой компонент, который называется collider. Поэтому нажимаем add компонент и начинаем писать collider, collider, collider. И нам нужен полигон коллайдер, потому что нам необходимо, чтобы была полностью учтена форма каждого объекта. Выбираем полигон коллайдер 2D. Вот смотрите, вокруг нашего астероида появилась вот такая вот зеленая окантовочка и еще такие полоски. Это такая сетка, которая рассчитывает размещение полигон коллайдера. И такой же полигон коллайдер нам нужно поставить на космический корабль. Поэтому добавляем компонент. Вот смотрите, компоненты можно свернуть, чтобы они не мешали, и кнопочки были все видны. Тоже полигон коллайдер. Вот у нас теперь и один, и второй объекты стали материальными, и сейчас будут обрабатываться столкновения. Давайте посмотрим, что будет происходить. И вот космический корабль столкнулся с астероидом. Он его толкает. И даже от него отталкивается. То есть на них действуют физические силы, и они являются материальными объектами. Ну а в следующей части мы добавим уже подсчет очков. Добавим компонент, который будет отвечать за учет здоровья нашего корабля. А препятствия будут отнимать это самое здоровье. То есть это все мы сделаем в следующей части с помощью соответствующих скриптов. Не забываем сохранять сцену. До встречи в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok